А сейчас об операции возмездия по уничтожению лидеров и пособников ИГИЛ. Как заявили Минобороны России, за минувшие выходные наши бомбардировщики выполнили 141 вылет и нанесли удары по нескольким сотням объектов террористов Сирии. После выполнения боевых задач все российские самолеты благополучно вернулись на авиабазу Хмимим. На брифинге в Минобороны побывал наш корреспондент Николай Сголов. Он сейчас на прямой связи. Николай, здравствуйте. Итак, какие объекты ИГИЛ уничтожила в Сирии российская авиация? Здравствуйте, Наиля. Не обязательно быть специалистом, чтобы понимать, какие объекты уничтожила российская авиация в Сирии. При этом стало известно уже в подробном докладе о том, что основной упор в этот раз за прошедшие двое суток наша авиация сделала по объектам ИГИЛ, которые касались именно нефтехранилища, а также тех самых складских помещений, в которых хранились различные топливные материалы. Если говорить подробнее, то, например, нам показали сегодня видеоролик, на котором было отчетливо видно, как уничтожена большая нефтебаза. Известно, что террористы активно ею пользовались. И кроме этого, естественно, дозаправляли свои военные машины, с помощью которых передвигались по территории Сирийской Арабской Республики, но и подконтрольных ИГИЛ территорий. И вот здесь нужно отметить, что, естественно, удары были очень точечные. Сегодня показывали всего 9 роликов журналистам. На одном из них также показали, как была уничтожена большая колонна из больших бензоцистерн. И вот если быть точным, то по данным Министерства обороны уничтожено почти тысячи таких, по сути, грузовых цистерн, которые перевозили нефтематериалы. Еще вот, кстати, сказали, что активность боевиков в связи с этим снижается, потому как просто передвигаться им теперь нечем, да и заправлять свои боевые машины. Вот что рассказал официальный представитель Министерства обороны. Российские бородировщики с авиабазой КМИМИМ выполняли боевые задачи по уничтожению колонн, бензовозов и нефтеперерабатывающих заводов в районах нефтеносных полей на севере и востоке Сирии. Данные объекты в районах Пальмира, Дерезор и Рака контролируются террористами и являются одним из основных финансовых источников. С помощью средств объективного контроля удается не только сначала найти террористов, но, конечно, зафиксировать те точки, по которым наносились боевые удары крылатыми ракетами с наших бомбардировщиков. Вот здесь, как говорят в Министерстве обороны, очень точно можно увидеть прицельное попадание. И особо на это просят обратить внимание в том числе и зарубежных партнеров, а также зарубежных журналистов, которые очень часто почему-то не могут проанализировать те самые видеоматериалы, которые появляются и в общем доступе. Ведь все обнародные сегодня во время брифинга в Министерстве обороны кадры потом распространяют в том числе и российские СМИ. Вот что, например, рассказали в Министерстве обороны по поводу недавнего заявления своих заокеанских коллег. Поступление отдельных, казалось бы, военных профессионалов, типа официального представителя центрального командования армии США, заявившего, что большинство российских авиаударов нацелено на умеренную сирийскую позицию, не меняется, несмотря ни на что. Причем они делаются, как всегда, голословно, без какой-либо конкретики и фактов со ссылкой на обезличенные источники. И чем точнее мы бьем по террористам, тем настойчивее наши коллеги пытаются убедить зарубежную общественность, что среди террористов могут быть не все плохие. Ну вот в продолжение этой темы стоит сказать, что по данным Министерства обороны стало известно, что среди боевиков, которые воюют в различных ячейках ИГИЛ на территории Сирийской Арабской Республики, стала происходить так называемая деморализация. Они просто складывают оружие, несмотря на указы своих военачальников, и при этом пытаются раствориться среди местного населения, либо подконтрольных им территорий, либо среди другого гражданского населения. Эту информацию, соответственно, передают уже в определенные органы Сирийской Арабской Республики. Но что касается российской авиационной группы, то она продолжает боевое дежурство. Но вот как именно оно пройдет, уже сегодня и завтра расскажут на следующих брифингах. Екатерина? Ой, простите, Наиля. Николай, спасибо. Наш корреспондент Николай Соколов рассказал о брифинге Минобороны России. Продолжение следует...